Так, дорогие мои друзья, сегодня у нас эфир совместно с моим косметологом, доктором Натальей Кадошниковой. Я сейчас жду, когда она к нам присоединится. Я сама только-только-только обратила домой. Не поверите, ездила в магазин за ёршиком новым для туалета. Буду делать ритуал «Сила чистого унитаза». Короче, уборки много не бывает. На карантине чем ещё заниматься? Уходом за собой и уборкой, тренировками. Вот, знаете, вы всё время жалуетесь, постоянно, 100% людей жалуются. «Ой, у меня нет времени присесть, нормально поесть, я не могу себе готовить отдельно, у меня нет времени на тренировки». Девчонки, дорогие мои, родные, вот у вас карантин. Вы можете составить такой график, который будет вам удобен и комфортен. У вас, наконец-то, появилось время действительно заняться собой, вписать тренировки в свой режим, вписать правильное питание в свой режим, вписать домашний уход. Знаете, вот мы сейчас все без косметологов остались, но это не повод забивать на себя. Сейчас к нам присоединится мой косметолог. А сейчас я её... Задайте вопросы, если у вас какие-то вопросы имеются. И мы расскажем все секретики, что можно делать у косметолога и как это можно поддерживать дома. Наталья, здравствуйте, очень-очень рада вас видеть, наконец-то. Леон, добрый день. Сколько у вас времени, где вы, расскажите. Я сейчас в Германии, у нас сейчас 17.08, 5 часов, с Москвой сейчас разница час, мы перешли на летнее время, наконец-то. И это не может не радовать, потому что 2 часа разницы меня очень сильно напрягали до этого. Вот сейчас гораздо комфортнее всё стало. Но мы так же, как и вы, на карантине. Мы так же, как и вы, ограничены в передвижениях, ограничены в выборе, чего нам делать. Поэтому сидим все дома. И я надеюсь, что сегодня вы моим подписчикам тоже расскажете, что можно делать дома с собой, чтобы как-то так к косметологу прийти, никак в анекдоте, да. Да, сейчас все спрашивают, что делать, как быть, что делать с нарастающими корнями, с маникюром, с педикюром, с мейкапом, с ресницами, с кожей. Вот не поверите, да, вчера было окошечко, чтобы задавали вопросы. И, наверное, вопросов 5, там очень много разных было, но вопросов 5 было. А как же вы обходитесь без салона красоты? Как же вы обходитесь без косметолога? Ну, в общем, как-то обходимся мы без косметолога. На самом деле, Наталья, это... Потому что вовремя нужно делать профилактику. Вот. Наталья, на самом деле, это потрясающе. Хочу просто вас с ней познакомить. Это потрясающая волшебница в Москве. Да я не знаю, в России вообще есть ли. Но в Москве точно равных ей по технике РАДИС, по работе с препаратом РАДИС нет. И как раз-таки я хожу на РАДИС к Наталье. И все-все-все, кто делает РАДИС, кто умеет его делать, они у него обучались. Вот. И мы делали в, если я не ошибаюсь, в ноябре 2019 года, последний раз, процедуру. Это как подтяжка. Как время быстро летит. Да, вообще. Мне казалось, что вчера... Леон, я очень хотела спросить, как вообще состояние, как ощущение после нашей коррекции? У нас же был и векторный лифтинг, и была коррекция шеи. Да. Мы поднимали немножечко мои брыли, или как это тут называется, носогубка разгладилась. На самом деле, я хочу сказать, что после процедуры РАДИС, что я замечаю больше всего, это качество кожи. Именно ее качество. Ну, понятно, да, мне всего 33 года, да, будет вот скоро. Ну да, я только хотела сказать, что... Да, и это на самом деле так, потому что, ну, я всегда говорю Леоне комплименты, я всегда говорю, зачем вы что-то делаете. На самом деле, она все правильно делает, потому что здесь даже дело не в лифтинге, да, не в возрастной коррекции, а в профилактике, которая сейчас как нельзя кстати. Да. Вот. Это точно. А что касается шеи? Шея мы делали РАДИС разведением шеи. Это была такая процедура, у меня она есть в ленте фотографии. Я, кстати, обещала еще видео выложить, потому что у меня девчонки многие интересовались, выложу, выложу обязательно, подготовлю, выложу. Мы как бы улучшали, как это называется, эластичность, да, кожи, качество тоже кожи на шее. Если честно, я бы еще раз повторила. Но мне очень нравится то, что у меня менее заметны стали вот эти вот кольца, да, они все-таки, ну, выдают возраст. И, в принципе, шея стала такая более упругая, скажем так. Ну да, здесь тоже идет как раз речь о повышении тонуса и эластичности. И как раз не иначе, как шея и качество кожи рук всегда выдают возраст женщины. И здесь как раз очень хорошо подойдет РАДИС именно для уплотнения и для придания тонуса и эластичности к коже. Вот. Ну, а самое главное, это настроение. Кстати, как настроение в связи? У меня прекрасно. Несмотря ни на что, я вижу, что настроение. Вообще. Наоборот, я сейчас вот тоже перед эфиром рассказывала девчонкам, ну, пока вы не подключились еще, что как раз настало то время, когда мы можем заниматься всем тем, чем мы хотели заниматься до того, как этот карантин было все объявили. Мы хотели быть больше дома, мы хотели больше времени проводить с детьми, пожалуйста. Мы хотели начать, наконец-то, правильно питаться, готовить себе вкусную, теплую домашнюю еду. Пожалуйста, времени куча, какие угодно рецепты можно попробовать. Мы хотели, наконец-то, не болея, не выходить на работу и спать утром, высыпаться. Ради бога, вот. Если бы еще не нужно было думать о деньгах, как их зарабатывать, это было бы просто самое потрясающее время, честно скажу. Я пока еще не могу повлиять на эту ситуацию, поэтому я еще не только положительное, я отдравила весь дом. Я, наконец, разгребла все свои завалы, все свои гештальты, записалась на тысячу каких-то курсов повышения квалификации, личностного роста, каких-то психологических штучек. Я с детьми провожу безумное количество времени, они у меня, наконец, начали рисовать, заниматься вокалом, то, что мне так давно хотелось. Короче, я только одни плюсы вижу. Ну, и это правильно, потому что сейчас самое время, чтобы спать и ночью, и днем. Я как раз себе могу это позволить, да, выспаться и ночью, еще и днем, тихий час устроить. Это, на самом деле, классно, потому что я тихий час позволяла себе, я даже не помню, когда. В детском саду? Сейчас очень важен сон, вот, сон для всего, и для качества кожи, и для сохранения иммунитета, и для состояния психического, потому что очень многие, кто сидит дома один, действительно, я вижу, что очень многие действительно страдают. Вот, и кажется, что они все переделали, и уже начинаются какие-то хорошие загоны, и нужно этих людей, их поддерживать и помогать. Я всегда говорю, что если у вас есть такие-то, обязательно устраивайте скайпы какие-то, в зуме общайтесь, поддерживайте. Да, 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 я вот на своей работе странички веду тренировки онлайн два раза в неделю, ну, когда один раз, когда два раза получается, в зависимости от моей загруженности, потому что я очень много дома. И у девочек тоже, у них такое впечатление, что они там тренируются тоже в группе. Это прикольно. А что, ну, мы переходим в диджитал пространство, это нормально. Это абсолютно нормальное развитие ситуации, насколько мне кажется, что всё стало на удалении, удалённая работа, удалённые тренировки. Скоро медицина тоже пойдёт по удалёнке. Только вот косметологу, к сожалению, не прийти. Вот нам кто-то пишет, что... Да, вы сейчас позадаете вопросы, я попробую какие-то фишки. Вот сейчас, кстати, кто-то пишет, что я помолодела от того, что я осталась под нём. Это очень клёво. Да, так и есть, потому что во сне у нас отделяется гормон роста. А гормон роста, он ответственный за обновление клеток, за нашу молодость, за рост мышечной массы, за сжигание жировой массы. Вот такое чудесное свойство сна бывает, что если вы высыпаетесь, ну, долгое время какое-то высыпаетесь, при этом не меняете своего привычного образа жизни, образа питания, вы вдруг, вдруг по каким-то чудесам начинаете терять жир, особенно в области талии и живота, потому что у вас кортизол, гормон стресса, понижается, вы высыпаетесь, и ваш организм начинает с благодарностью принимать вот эту вот заботу о нём. Это, на самом деле, очень клёво. Очень многие, кстати сказать, кто не переедает, да, начал готовить на карантине, но не переедает, они отмечают, что, ой, а я стала лучше выглядеть, кожа стала лучше выглядеть, лицо перестало отекать, ну и так далее и тому подобное. Это, на самом деле, очень хорошо. Так что, если есть возможность высыпаться, высыпайтесь. Когда ещё нам такая будет возможность? Да, это очень важно. Да, девушки и женщины должны спать не менее 8 часов. Спрашивают, какое, Леон, изображение вверху просит сделать получше, да? Вы видите, что... Ну, к сожалению, это не от меня зависит. У нас... Слез, наверное, да. Чтобы не была такая большая нагрузка. Поэтому, к сожалению, это не от меня зависит. Это зависит от провайвера. И я не могу на это повлиять никак, особенно в нашей ситуации карантина. И спрашивают, какая же тема у нас сегодня? У нас сегодня обо всём и ни о чём. Я ещё раз представлю, с нами сегодня беседует Наталья Кадочникова. Это мой косметолог. Она принимает в Москве, живёт в Москве. Это потрясающий специалист, которому я доверяю своё лицо, свою шею. Кстати сказать, девочки, у кого проблемы с животом, да? Дряблая кожа на животе. Вот тоже радиец, который Наталья владеет лучше всех вообще в Москве точно, он как раз-таки помогает справиться с вот этого дряблости. Он улучшает структуру кожи. Поэтому вот кто у меня постоянно в директе спрашивает, как избавиться от дряблости кожи на животе после родов? Вот, вам к косметологу надо. Можно даже не к хирургу, а к косметологу, если боитесь. Ну да, если есть какие-то вопросы, да, девчонки пишут, и пускай задают вопросы по поводу, ну, что касаемо всего. Сегодняшнего дня, да, и как ухаживать за кожей, и что делать с животом. Там кто-то писал, да? Да, да. На самом деле, Леон правильно говорит, да, но опять же, в зависимости от ситуации, да, мы, пишут, мы на меня подписываем, да, очень приятно, спасибо. В зависимости от ситуации, конечно, не с каждой жировой прослойкой мы можем справиться. Поэтому сначала к Леоне, а за качеством кожи уже, наверное, к нам. Да, сначала, но лучше все делать, на самом деле, параллельно, потому что если у вас большой лишний вес, и вы хотите сбросить большой лишний вес, будет неправильно, если вы его сбросите и потом решите, ой, надо же что-то с кожей делать. Нет, лучше, конечно же, предупреждать. Что нужно делать параллельно. Параллельно все делать, иначе будет сложнее избавиться от нее. Если вы будете делать все параллельно, худеть, питаться, достаточное количество воды пить, тренироваться, и при этом ходить к косметологу, и делать обертывания, делать какие-то процедуры, мезотерапию, может быть, в каких-то проблемных местах, да, такая локальная липосакция, да, мезотерапия, можно ввести коктейли, у вас там жировые прослойки ваши избавят, уйдут. Плюс еще качество кожи, туркор кожи нужно обязательно улучшать, и, к сожалению, иногда домашние, конечно, дома можно поддерживать. Но если вы хотите действительно улучшить качество, то вам придется идти к косметологу, и у косметолога уже подбирать процедуры, которые показаны вам. Может быть, это какая-то лазерная процедура будет, может быть, это будет радиез, может быть, это будет мезотерапия, может быть, вам какой-то там коллагеновый коктейль введут. Это все очень индивидуально, это все нужно на консультации, конечно же, узнавать отдельно. Потому что такого рецепта, который бы для всех был единый, такого не существует. Ну, это не бывает. Волшебной таблетки нет, к сожалению. Как бы не хотелось. Ну да, и, может быть, Ален, может быть, мы сейчас скажем, что вообще сейчас в домашних условиях, без возможности посетить косметологов и салоны красоты, что же сейчас вообще возможно сделать дома. Вот. Ну, и на самом деле это не только мы можем работать с качеством кожи, а мы начали именно с того, что нужно работать с самим собой, да. Вот. Это первым делом – это высыпаться. Вот. Когда мы просыпаемся, мы даем себе возможность не сразу бросаться на еду, да, выпить тот же самый горячий стакан, теплую, даже, я бы сказала, немножко горячую воду с лимоном. Вот. Я была в Индии там всегда, перед тем, как вы приходите на завтрак, и вы принимаете пищу, дают всегда чуть-чуть горячую воду. Что она делает? Да, она запускает метаболические процессы, запускает обмен веществ. И обязательно с лимоном. Я знаю, что лимон и имбирь сейчас большой дефицит в Москве и в регионах. Потому что здесь, где нахожусь я, его вообще нет априори. Вот. Мне кажется, даже не знают, где все в глухой деревне, что вообще это за... Поэтому мы спасаемся только лимоном и подручными средствами, да, то, что я из Индии, например, привезла. Вот. А дальше уже завтрак. Опять же, нужно себя настолько полюбить, да, использовать время для себя. Потому что сейчас очень важно урегулировать работу надпочечников. Потому что мы сейчас находимся все в стрессе, да, от большой потока информации. И действительно сейчас страдает гормональная система. Вот. Поэтому нужно сейчас успокоиться. Может быть, даже выключить телевизор, поменьше информации. И именно обратить внимание на себя. Обязательно переключаться. Если вы будете вариться и обсуждать только эту информацию, только эту новость, вы не сможете все равно повлиять. Но этот эгрегор вот этого вот постоянного стресса, он будет на вас действовать. И вы будете себя загонять в еще больший стресс. Поэтому сейчас действительно, как Наталья сказала, самое главное – это переключиться, отключиться. Может быть, действительно не смотреть, не слушать новости некоторое время. Потому что ничего нового там не скажут, дорогие мои. Там все одно и то же говорят. А как переключиться? Переключиться – это первое, наверное, спорт. Да. Да, абсолютно. Абсолютно правильно. Вы думаете о мышцах, вы думаете о том, как вы выглядите. Вы думаете о том, как бы сделать это упражнение, как бы сделать побольше нагрузку. И вы, ваша голова в это время, вот ваш мозг, он отдыхает. Это, знаете, как такой детокс для мозга. Вот многие говорят, вот там качки тупые. Нет, они не тупые. Они просто умеют переключаться. И действительно, в тот момент, когда ты занимаешься спортом, в твоей голове не должно быть ничего. Она такая полая сфера, и у тебя только спорт в ней. И это нормально, и это правильно. Потому что если вы постоянно находитесь в напряжении, в устном напряжении, если у вас повышенная мозговая активность, если вы постоянно жуёте, пережёвываете этот стресс, эти новости непонятные, постоянно какие-то более усугубляющие новости смотрите, много очень фейковой информации, вы об этом думаете постоянно, и вы себе делаете только хуже. Поэтому спорт – это переключение идеальное. Нужно реально быть в моменте. Вы не можете знать, что будет завтра. Вы не можете никак на это повлиять. Поэтому будьте в моменте, занимайтесь спортом. Действительно, каждый день хотя бы 15 минут себе нужно уделять время. Это ваше время. У вас всё равно его сейчас много. Вы уделите себе хотя бы 15 минут. Можно вместе с детьми заниматься спортом. Я, кстати, в сториз очень часто показываю, какие упражнения можно делать вместе с детьми, чтобы им было интересно. Вы тоже отвлекались и получали какие-то позитивные вибрации, а не вот этот сплошной негатив извне. Лёна, у меня вопрос сразу встречный, потому что меня тоже он очень интересует. Спор, да, я каждый день тоже стараюсь каждый день не пропускать и заниматься 40 минут-час. И всё-таки это должны быть сильные нагрузки на грани, да? Или это может быть растяжка какая-то? Или всё-таки больше силовой? Я считаю, что всё должно быть в удовольствии. Нет, я считаю, что всё должно быть в удовольствии. Я сейчас начала снова бегать, например, потому что мне это помогает отвлечься и мне это помогает прочистить голову на улице, тем более хорошая, когда погода, немножечко прохладно. Но такое ощущение, что у тебя просто продувает голову. Хотя я не сторонник кардиотренировок. Силовые нагрузки, они увеличивают вашу веру в себя. Это такой доказанный уже факт, потому что когда вы можете поднять вес, я сейчас не говорю про розовые гантели по одному килограмму, я сейчас говорю про штангу, про гантель. Не у всех они есть дома, но у кого есть. Вот когда вы себя преодолеваете... Бутылка с водой. Ну, или бутылка с водой, правильно, там канистры с водой некоторые занимаются. У кого что есть. Сейчас в условиях в данном моменте, да. Да, да, да. Некоторые берут канистру... Кто-то написал «баня-бассейн». Некоторые берут канистру, туда этот песок мокрый засовывают, чтобы больше нагрузка была. В общем, когда вы поднимаетесь, вы вообще верить начинаете. То есть это такой доказанный момент, что у нас мозг начинает воспринимать, я смог, я преодолел, у меня получилось. То же самое как раз-таки растяжка, растяжка йога. Тоже есть такой момент. С одной стороны, это немножечко такая релаксация, а с другой стороны, это челлендж. Потому что не каждый родился гибким, не каждый может ногу закинуть себе за голову. А представляете, если у вас получится? Представляете, если у вас получится? Я помню, я вела йогу три года в группах. И у меня клиентка пришла и сказала, у меня слишком длинные ноги, слишком короткие руки. И я никогда в жизни, она такая фразка, я никогда в жизни не смогу своими руками дотянуться до своих носков. И у нее за занятие это получилось. Она потом, она плакала. Она ко мне подошла, она рыдала, говорит, я не верила, что у меня получится за одно занятие. Потому что она настроилась, и она сконцентрировалась на том, чтобы это сделать. Да. И представьте, какой это кайф. Я смогла. Потом она рассказывала всем, как она смогла, понимаете? Это такое преодоление себя. Поэтому я считаю, что в ситуации нашей, теперешней, сегодняшней, очень важно именно ставить себе какие-то маленькие такие вот задания, челленджи, чтобы все было в удовольствии, но, тем не менее, вы преодолевали себя. Это помогает больше отвлечься. Это помогает больше переключиться. Такой вот момент психологический. Так, значит, итак, у нас это сон, это физические нагрузки, и это уход в домашних условиях за кожей лица и рук. Я думаю, что вы об этом должны нам рассказать, потому что кто как не косметолог, а знает лучше всех, как можно поддержать себя, чтобы не было запущенной ситуации, там, через месяц, чтобы мы через месяц все к бедным косметологам не ломанулись с просто каким-то ужасом, и косметологи вот так вот не делали. Ну, на самом деле, начнем с того, что сейчас в любом случае есть консультации, вот, я знаю, что и мы проводим консультации, наша клиника, H-клиник, и другие клиники, и все косметологи, да, и у нас есть интернет-пространство, где мы питаем информацию, берем информацию вообще о любом. Вот, ну, на самом деле, все очень просто. Я, наверное, не открою Америку, если скажу, что если кто не запасся масками, да, на самом деле это можно сделать, сходить в магазин, по крайней мере, мы до сегодняшнего дня можем это делать или организовать доставку. Вот, и используем все возможные подручные средства для ухода за кожей лица. Первое – это ежедневный уход, то есть у нас есть ежедневный уход и еженедельный уход. Ежедневный уход – это умывание, очищение, крем. Еженедельный уход – это какие-то маски и обязательно пилинги, то есть это может быть скраб какой-то, да, если у кого-то ничего нет, мы можем использовать просто какой-то мелко помолотый кофе. Вот, а если есть, используем обычный скраб, который делается раз в неделю. Если есть какие-то высыпания на лице, да, мы знаем, что сейчас кто-то нервничает, да, опять же, мы говорили об этом, что идет немножко безбаланс гормональной системы, то, конечно же, мы не используем какие-то механические скрабы, да, дабы не усугубить ситуацию. Поэтому все очень просто. Все мы имеем обычные патчи какие-то, маски, тканевые маски, кремовые маски. Это все мы можем использовать. Ну и банальные рецепты наших бабушек, да, подручные средства – это фрукты, ягоды. Вот, и ось. Огурцы, огурцы. Также мы все это… Огурцы. Да, есть такой очень хороший салат «Щетка». Он так и называется, да. Мы используем сельдерей, морковь. Что мы еще используем? Капусту. Все это мы начинаем и принимаем внутрь. Это тоже очень хорошо витаминизирует организм, повышает иммунитет, как местный, так, я имею в виду, кожа, да, кожа, потому что является самым мощным органом, самым большим органом. И также является одним из основных органов иммунитета. Поэтому все это мы укрепляем себя и витаминизируем. Также нужна нутрициологическая поддержка. И я тоже об этом вписала в своем инстаграме. Вот, это витамины, это цинк, минералы, это магния обязательно, да. Вот, витамин С. В дозировке 500 тысяч до 2 грамм, да, доходит. Это обязательно вода, это обязательно лимон, это обязательно имбирь. А витамин Д? Вот, и также мы можем использовать обязательно витамин Д, конечно, я уже настолько, он уже в голове, что даже, правильно ли вам спасибо, что, да, напомнили, витамин Д обязательно в хорошей дозировке, именно в период такой вот эпидемии, он как нельзя лучше помогает поднять иммунитет. Вот, ничего больше не нужно. Использовать какие-то другие препараты, иммунорегуляторы. Я считаю, что и куча статей, и клинические рекомендации, и уже клинические исследования по данным, да, говорят о том, что этого делать не нужно. Организм будет справляться сам. Просто сейчас нужно восполнять дефицит. И дефицит витаминов, основной из них витамин Д. Особенно сейчас в весеннее время, когда после зимы вы уже действительно истощили свои вообще запасы иммунитета, многие переболели уже чем-то, непонятно чем, да, там гриппа, мангины, пневмонии даже некоторые переболели. В общем, ваш иммунитет в марте, в апреле, он не на самом пике сейчас. Поэтому сейчас очень-очень важна именно такая вот поддержка хороших витаминов. Но я тоже не сторонник витамины принимать бездумно и витамины принимать в комплексах. Лучше всего, если вы сдадите анализ и посмотрите на ваши дефициты, вот, и будете принимать именно отдельно то, что нужно вам, и в нормальной дозировке, которую вам ваш, ну, рециолог, лечащий врач, косметолог назначил. Ну, на самом деле это всё правильно, просто сейчас, наверное, как можно меньше нужно контактов, как можно меньше нужно выходить из дома или вообще не выходить, да, всё-таки бережёного Бог бережёт. Нужно есть порядок, который действительно он защищает нас от какого-то заражения, да, поэтому мы используем просто фрукты и овощи. Не нужно как-то меньше ходить в аптеку, да, можно заказать на дом. Да, всё есть. Всё это есть в наших продуктах. Конечно, разнообразное питание, всякие там соки, пожалуйста, клюква, облепиха, всё это есть, и обязательно трава, вот, потому что она очень богата минералами. Ага. И поменьше информации, которая расшатывает, да, нашу психику. Вот. Есть книги, есть очень много книг, есть много фильмов, сериалов, делитесь с ними, да, и больше занимайтесь именно этим. Также, кроме спорта, можно... Потому что вы в тот момент, когда вы отключаете свой мозг, на какой-то переключаете, да, делаете фокус, снимаете фокус с неблагоприятной информацией на позитивное, на что-то, и это очень хорошо будет вас отключать и восполнять. Знаете, вот у меня очень много, у меня очень много мамочек, которые... Я просто смотрю даже свою ленту с других блогеров, я смотрю по своим чатам в марафонах, я смотрю по комментариям к моим постам, очень много мамочек. Просто у нас, я хочу объяснить, что у нас карантин уже идёт три недели, у нас жёсткие ограничения уже три недели. В России начался он позже, то есть в неделю люди сидят, да, ну, и будут сидеть до конца апреля. Мы будем сидеть тоже до конца апреля официально, но нам тут говорят, что до июня. Ну, вот пока не знаем. И очень много мамочек у меня просто в каком-то адском шоке, что что теперь делать, особенно, когда не один ребёнок, а два или три, дети дома, они маются, им нечем заняться, на ушах стоят, вот я не могу, какой кошмар. Ничего кошмарного нет. Это ваши дети, с ними нужно проводить время. И я просто, я заканчивала художественную школу, я хочу сказать, что сейчас самое время, поскольку мы с Натальей говорим о тех методах, которыми можно отвлечься, заняться интуитивной живописью. Самые обычные акварельные краски, гуашевые краски, какие угодно краски, которые у вас дома есть, у вас явно есть дома краски. Если нет, то закажите себе по интернету упаковку. Кисточки, можно руками, можно пальцами, ватман, либо листы бумаги, и рисуйте с детьми. Для них это, через живопись можно столько боли унести, столько переживаний унести. Можно откинуть очень много негатива. И вы настолько успокаиваетесь. Попробуйте. Даже если вы никогда не писали, не рисовали в жизни, попробуйте. Потому что сейчас у вас есть время, у вас есть возможность с детьми позаниматься. Например, я своими занимаюсь, потом включаю какие-то уроки в Ютубе, прям бесплатные, беру уроки живописи, вбиваю там в поисковую строку, и они сидят и рисуют. И я им немножечко подхожу, помогаю. Это для них интересно. У меня дети два часа сидят и рисуют. Причем одной дочке четыре года, другой семь. Они вдвоем два часа каждый день у меня рисуют. Какие-то там веточки. А потом они такие довольные, что у них получилось. Вот. И это на самом деле очень хороший момент именно и для вас, и для того, чтобы провести время с детьми, чтобы их занять, и для вас, чтобы снять стресс, порисуйте, мантры пораскрашивайте. Даже если у вас нету к этому никаких способностей, попробуйте. Интуитивная живопись это потрясающая возможность не только себя реализовать, показать, выплеснуть на бумагу свои какие-то переживания, но и к тому же получить заряд очень положительных вибраций. Попробуйте. Да, я полностью соглашусь с тем, что я тоже рисую, правда я рисую маслом. Я абсолютно не умею рисовать, но чувство цвета есть. И я рисую маслом. Я рисую до 9 часов, до боли в спине. И когда я смотрю на часы, сколько прошло времени, у меня шок, потому что мне кажется, что прошел час, это как в регате, в гонке, а на самом деле прошло 6-9 часов. То есть и уходишь полностью, ты абсолютно отключаешься от мира, и ты уходишь в эти рисования. Да, мантры раскрашивать, вопрос задается. Не, мантры раскрашивать, мантры слушать и раскрашивать в это время. Да. Я немножечко быстрее, думаю, быстрее, чем говорю. чем говорю. Вот. Это первый вариант, можно еще пазлы складывать. У меня подруга, например, складывает целые картины. Да. Всю ночь сидит, и днем, и день, и ночь, пока их полностью не сложит. Они очень сложные. Но это тоже, опять же, как вариант отключиться. Очень важно. Вот реально очень важно. Я не знаю, мне кажется, что многие люди, они не очень понимают вот эти вот моменты с отключением, с переключением, с позитивом. Почему? Потому что, когда я вела йогу, я вела йогу в фитнес-центре. У меня была фитнес-йога, у меня был авторский курс. Три года я вела, у меня были постоянно полные залы. Яблоку было негде упасть, были листы ожидания, чтобы попасть на мои курсы. Я вела здесь, в Германии. И самая последняя позиция, это поза трупа, шавасана. Ну, всем знакомым. Когда ты отключаешься, когда ты прорабатываешь каждую свою мышцу, когда ты прорабатываешь свои мысли, когда ты делаешь купол над головой, и твои мысли разбиваются в него, то есть у тебя голова пустая, ты расслабляешься, ты засыпаешь. Самый кайф, когда начинают люди храпеть на уроке. Вот. И у меня поначалу, когда я только начала вести эту практику, у меня поначалу люди просто уходили с этой части. Они потому что говорят, а что я буду тратить своё время зря, впустую, потому что я же сейчас не двигаюсь, я же сейчас ничего не делаю. А спать я иду могу. Да. Так вот это вот неправильно. Мы всё делали в течение часа на занятии йоги для того, чтобы войти в самую важную позу, шавасану, позу трупа, самая важная поза. И сейчас вам очень важно сконцентрироваться на себе. Вы не можете повлиять на политическую, экономическую ситуацию. И если вы будете просто сидеть и деградируя жаловаться на то, что вот такая вот ситуация, такая ситуация, это вас никуда не принесёт, не приведёт. Вы не будете развиваться. Сейчас такое время, когда вы должны сконцентрироваться на себе, дать себе возможность переключиться, дать себе возможность расти, дать себе возможность выйти из этой, ну, когда это всё закончится, это всё закончится, будет такой день. Вы выйдете победителем из этого. Вы уже будете в себе разберётесь, вы себя успокоите, потому что у нас самая главная цель нашей жизни это познать самую себя. Это самое главное. Всё в такое время. Используйте его. Да, очень согласна, очень согласна, да, мы используем это вот именно и самоорганизовываться, самообразовываться, услышать себя, побыть самим собой, потому что это очень редко, особенно в Москве. И то же самое я хочу сказать, что правильно Леонна сказала, что многие люди просто будут деградировать. Вот, это совсем неправильно. И мне сегодня не очень понравилось тоже с моей пациенткой, у меня был скайп, и она говорит, я настолько расслабилась, что я даже не пользуюсь ни кремом, ничем, я не умываю лицо, неправильно. Вот сейчас то время, когда вы должны есть возможность использовать всё именно для себя, начиная с ванны, просто лечь и расслабиться. Смотри, туда пены, просто полежать, если вы хотите с бокала вина, а лучше без. И делать интересную музыку, и делать ритуал, скрабировать тело, сделать ритуалы для себя. Позвольте это себе, отвлекитесь. Да. После ванны нанести маску, нанести маску на лицо, нанести маску на руки, и лечь с прекрасным фильмом, или с книжкой. Если не хочется читать, можно поставить наушники, и послушать книгу, и уснуть под неё. Нет ли вообще счастья, и чуда, и возможности именно обратить внимание на себя. Когда ещё такое будет? Лето. Поэтому мы готовим себя к лету. Скоро будет лето. Это уникально, уникально на самом деле возможность действительно развиваться, развиваться духовно. У меня в комментариях, когда я написала об этом пост, у меня был пост не так давно, что это потрясающее время, когда мы можем развиваться. Нам дали шуткие рамки, нам дали ограниченное пространство, нам дали ограничение свободы. Но, с другой стороны, это реально челлендж, потому что в таких условиях, казалось бы, мы не ходим в театры, мы не самообразуемся. В таких условиях найти силы и возможности для того, чтобы вырасти духовно, вырасти сознательно, это потрясающе. Знаете, действительно, я благодарна за это время, потому что в нём действительно можно найти очень много ресурсов. Очень много. Действительно, мы же все всегда жалуемся, что слишком большой темп жизни, постоянно куда-то бежим, столько времени тратим на дорогу, дыша выходными газами. Посмотрите, все наши желания с вами, которые мы посылали во Вселенную, все сбылись. Мы не дыша выходными газами, потому что мы не выходим на улицу. Нам не нужно никуда бежать, нам не нужно тратить время на дорогу. У нас нет 1500 дел каждый день, чтобы делать. Мы можем наконец-то посвятить время всем тем вещам, которые так хотели сделать. Только сделайте это, сделайте, отвлекитесь, сделайте. С нами тут согласны. Согласна. И будем жить в предвкушении лета. В предвкушении лета, когда мы сможем встретиться со своими родными, близкими, обнять их наконец-то уже. Да. Вот. И зато, знаете, как здорово мы будем на самом деле настолько благодарны за те вещи, которые до этого нам казались очевидными. Мне вот реально казалось очевидным, что я могу в любой момент купить билет на самолет, сесть и полететь к своим родителям. Сейчас это невозможно. Понимаете? Мы перестали ценить какие-то моменты. Мы перестали ценить природу, мы перестали ценить общение, мы перестали ценить возможность выйти куда-то, пообщаться, встретиться в парке, не знаю, побегать гурьвой, на какие-то мероприятия сходить. Для нас это было всё ой, скучно, это я там уже была, туда не хочу, в театр не хочу, в кино. В общем, у нас с вами мы зажрались, и нам сейчас даётся возможность действительно ценить то, что мы имеем. И в данной ситуации действительно в ваших руках не деградировать, а развиваться наоборот. Да, сейчас очень много, так уже будем немножко заканчивать, да? Да. Очень много ссылок на театр дома, на книги, на кино, и многие театры делают это абсолютно бесплатно. Если вы хотите, подписчики, то мы можем сбросить, я могу сбросить все эти ссылки, вот, и вы можете посетить любой театр, в том числе и большой, послушать оперу, посмотреть балет, сейчас это всё делают именно для нас, для того, чтобы мы использовали это время для самоорганизации, для самообразования. Сейчас для этого сделано всё. Это обязательно сбросим в комментариях, да, кому это нужно, обязательно сбросим ссылки. Да, на Наталью ссылочка у меня в посте с анонсом этого эфира. Обязательно зайдите на страничку, у нас там много интересной, полезной информации. Да, по уходу за собой, по косметологическим каким-то процедурам. Очень просто полезный ресурс, обязательно подпишитесь и на будущее себя сохраните, потому что это тот волшебный человек, который дарит молодость и красоту самым-самым-самым-самым-самым. Правильно я говорю? Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Если вдруг какие-то вопросы будут к Наталье, вы можете всегда к ней обратиться. Еще раз ссылочка на страничку Натальи у меня в посте с анонсом этого эфира. Спасибо большое, что всем, кто был, я обязательно сохраню эфир. А вот посмотрите в записи. Все, огромное вам спасибо. Благодарю, берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. И будьте здоровы.